Действующий режим карантина не помешал поздравить ветеранов с Днём Победы, однако вместо общего сбора к каждому участнику войны приехали лично. Музыканты духового оркестра сыграли песни военных лет прямо во дворах у ветеранов. Поздравил героев и Аким столицы Алтай-Кульгинов. Оркестр с доставкой на дом. Необычный подарок преподнесли участникам Великой Отечественной войны в столице. Духовой оркестр исполнил песни военных лет прямо во дворах домов, где проживают ветераны. По мнению организаторов, в условиях карантина это самый удачный способ поздравить участников войны в День Победы. Музыка хорошая, тем более все кармельские. Музыка поднимает дух. Все организаторы много приходят. И школьники, и студенты. Всех не перечислить. Все такое. Все организаторы. Всем им большая благодарность. Всего в столице проживает 44 ветерана и инвалида войны. Некоторых из них сегодня навестил Аким столицы Алтай-Кульгинов. Он передал поздравления от имени главы государства и от себя лично. Поздравляю 75-летием Победы. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Вы подарили нам мирное небо над головой. Преклоняемся перед вашей отвагой и самоотверженностью. Накануне ветеранов поздравил Ельбаса. Вы пример для поколений. Участникам и инвалидам войны начислено по одному миллиону тенге. Всего единовременные выплаты ко Дню Победы получили 3688 человек. Иван Тулинов, Хабар, 24.